Нужно все-таки разъяснить, на самом деле, наши аудитории вот в России, люди там думают, что Путин якобы объявил спецоперацию в поддержку там ЛНР, как они пишут, и ДНР. Но на самом-то деле это не так, и война ведется сегодня на территории, которая и не относится к этому так называемому историческому Донбассу, и совершенно не относится к поддержке квази-республик, самопровозглашенных этих образований. Вот каковы мотивы Владимира Путина на самом деле, Сергей Лещенко, вот как ты думаешь? Ну, у него есть несколько вариантов поведения, которые не скрываясь, они уже даже публикуют в своих пропагандистских изданиях. Одно из них, издание для домохозяек, называется «Комсомольская правда». Там вышла статья абсолютно левого журналиста, который до этого писал про эксперименты с вакцинацией и о рынке недвижимости в Крыму. И тут он вдруг стал заниматься размышлениями о геополитике и привлек в качестве эксперта несуществующего политолога, которого невозможно найти в интернете. И они там рассказывают, что вот есть сценарий первый, это признать ЛНР, ДНР, признать Крым российским, плюс нейтральный статус Украины, плюс русский язык государственного, типа это самый оптимальный для вас вариант, соглашайтесь, там хуже будет раздел Украины на три части, исчезновение Украины вообще с мировой карты, ну или уж там на крайний случай просто провести новые выборы, посадить Енуковича во главе Украины. Ну то есть такое жонглирование сценариями, которые имеют очень малое отношение к реальности, потому что все эти сценарии, они невозможны для того, чтобы Украина их приняла. То есть это разве что нужно, не знаю, стереть с лица земли Украину, оставить здесь разрушенную пустыню и посадить оккупационную администрацию, которая будет управлять своими же завезенными из Сибири или из Дальнего Востока, жителями, которые будут тут жить, да, потому что, конечно же, это все невозможно реализовать. Или же это просто полная утрата адекватности и непонимание вообще того, в чем сейчас живет Украина, кто ее лидеры, какие лидеры общественного мнения есть, кто готов, даже теоретически, даже если там предполагать какой-то переворот, но это точно не Енукович с Азаровым, да, будут этот переворот осуществлять в Украине, или для них это будут стараться оккупанты. А у них это звучит как наркотику, которая не проталкивает активно через пропаганду. Поэтому мы в данном случае имеем дело с человеком неадекватным, конечно же, который утратил связь с реальностью, для которого это пошло. Он пошел в обанк, имеется в виду Путин, у него нет путей для отступления как таковых, хотя Запад ему постылает в регулярных сигналах. Уйдешь из Украины, начнем послаблять санкции. Уйдешь из Украины, начнем с тобой говорить. Макрон ему звонит, но у него это дело принципа. Никто так не давал Путину по зубам, как это сейчас происходит в Украине. Ни в одной из чеченских войн, нигде. Он столько не нес потери, ни столько, и люди его не лично, да, не задевали. Хотел использовать другую лексику, ну так скажем, лично его не задевали, как сейчас во время украинской этой кампании, которая проводит настоящие войны против независимого государства. Поэтому он потерял связь с реальностью. Это очевидно, об этом говорят американские разведки, об этом пишут американские медиа со ссылками на разведке. Поэтому здесь Запад должен понимать, ну или он остается таким же молчаливым сообщником этого всего, просто высказывая глубокие сожаления и вздыхая, покряхивая, переворачивается с одного бока на другой в своих теплых постелях по всему миру, или он начинает действовать. А действовать нужно очень просто. Это запрет на перелеты над Украиной. Это так называемая зона бесполета. Почему? Потому что нас бомбят, а после этого бомбежки уже начинает заходить сухопрога. Поэтому, конечно же, чтобы выровнять ситуацию в небе, нужно вводить беспилотную зону. Ну или поставить в Украину МИГи, СУ и все, что вообще осталось в Европе из старого советского вооружения. Более, конечно же, эффективный вариант – это зона запретная для полетов в связи с последними инцидентами, связанными с атакой на запрошенную атомную электростанцию. Завтра даже не нужно придумывать аргумент.